Баскетбольный клуб На европейской арене В последнем домашнем матче первого группового этапа Еврокубка Тигры одержали верх над триумфатором группы А, французским Гравленом В напряженной борьбе дончане взяли важную для дальнейшего продвижения в составе ТОП-16 победу Перевес в 11 пунктов подтвердил, что БК Донецк не намерен останавливаться на достигнутом И готов побороться за главные награды баскетбольного первенства Перевес в 5 очков в пользу французского клуба по итогам первой четверти подлил масла в огонь И тигры на большой перерыв ушли с мини-отрывом плюс 2 По итогам третьей десяти минутки хозяева увеличили отрыв до 13 пунктов И в заключительном отрезке встречи победу уже не упустили Итог игры 80-69 Сегодня была сложная игра Для нас основная задача была не проиграть больше 25 очков С этой задачей мы справились С наступлением Нового года перед тиграми стоят новые задачи Среди соперников по группе греческий клуб Арис Один из самых титулованных французских клубов Асвелл И действующий обладатель Кубка Единой Лиги ВТБ Баскетбольный клуб Химки Который является одним из самых главных претендентов на победу в Еврокубковом первенстве Российскому клубу посчастливилось в этом сезоне Принимать на своей домашней арене финал четырех Который состоится в апреле Первый матч в своей группе тигры проведут уже во вторник во Франции Где им предстоит помериться силами с баскетбольным клубом Асвелл Однако истинные ценители баскетбола, которые посещают матчи донецких тигров Уже предвкушают ближайший домашний Еврокубковый поединок Который пройдет на арене дружба уже 24 января На паркете в беспрецедентном поединке сойдутся БК Донецк и БК Арис Баскетбольный клуб Арис основан в 1914 году в Греции в городе Салонике Цвета команды – желтый и черный Наивысшие достижения – десятикратный чемпион Греции в период с 1930 по 1991 год Девятикратный обладатель Кубка Греции с 1966 по 2004 год Обладатель Кубка Кубков в 1993 году Обладатель Кубка ФИБА в 2003 году Участник финала четырех Кубка чемпионов три года подряд Главный тренер – Вангелис Александрис Из шести поединков в рамках группового турнира греки взяли четыре виктории, чем обеспечили себе право выйти в топ-16 со второго места, как и БК Донецк Однако в чемпионате Греции у клуба дела обстоят менее успешно Сегодня Арис балансирует в десятке И пока не готов бороться за главные трофеи первенства страны В прошлом Еврокубковом сезоне греческая команда порадовала своих фанов выходом в топ-16 с первого места Но дальнейшее продвижение по Кубке Европы не увенчалось успехом Двух побед откровенно не хватило для выхода в четвертьфинал первенства Минувший сезон чемпионата Греции Арис завершил на четвертом месте Исход встречи Донецка и Ариса невозможно предугадать Одно можно сказать с абсолютной уверенностью Это будет незабываемая игра Насладиться красивой игрой любимого клуба на паркете арены «Дружба» сможет каждый болельщик Вторник, 24 января Смотри баскетбол, болей за Донецк Окончание 2011 года принесло болельщикам БК «Донецк» немало приятных новостей и в украинской суперлине 26 декабря «Тигры» встретились с баскетболистами из львовской Галичины Матч не предвещал сюрпризов для подопечных «Обрадовича», однако они все же имели место Первая четверть прошла ровно для дончан, 28-12 Однако вторая десятиминутка заставила понервничать весь тренерский штаб и болельщиков «Тигров» Галичане постепенно набирали в атаке При счете 27-34 незапланированный перерыв возник вследствие проблем с освещением Он пошел на пользу соперникам «Тигров» и на большой перерыв команды вышли при счете 44-45 Однако дончанам удалось собраться и второй конец света не дал Галичине возможность вновь проявить себя Исход встречи 71-88 в пользу БК «Донецк» Последняя предновогодняя игра «Донецка» прошла в Ивано-Франковске 28 декабря Медведи, несомненно, хотели встречать Новый год в приподнятом настроении Поэтому изрядно потрепали нервы дончанам При счете 5-2 Саша Абрадович заработал техническое замечание за эмоции А Свонсон реализовал 4 пенальти Окончание 10-ти минутки ознаменовалось броском Авдаловича, который сравнял счет 24-24 В середине второго периода «Тиграм» удалось создать небольшой перевес – 34-27 Однако хозяева догнали соперников За несколько мгновений до конца первой половины игры «Донецк» уступал в счете 42-43 Однако вместе с «Сиреной» в кольцо «Гаверлы» влетел трехочковый Глебова Третья четверть прошла в напряженной борьбе И подарила болельщикам «Донецка» надежду на победу их клуба При счете 57-62 команды перешли к заключительному отрезку встречи Нервы у баскетболистов были на пределе В одном из моментов «Уокер» пролетел всю площадку Но вместо попадания арбитры зафиксировали фолл в нападении За минуту до конца основного времени «Гаверла» снова вышла вперед – 72-71 За 15 секунд до конца «Тикс» заставил «Дончан» взять тайм-аут Но завершить последнюю атаку даже броском на удачу не удалось «Медведи» подарили своим болельщикам новогоднюю победу со счетом 74-73 Первый домашний матч в этом году свел хозяев паркета с ярым соперником с берегов Азова – Мариупольским «Азовмашем» Гости приехали на игру в сопровождении своей небезызвестной группы поддержки Что, несомненно, придавало азовцам оптимизма Первая четверть завершилась двухочковым преимуществом «Азовмаша» 15-17 Четкая работа в обороне не давала сделать ни одной из команд серьезный рывок Но уже при счете 26-20 «Тигры» почувствовали в себе силы И к концу первой половины игры создали внушительный отрыв в 17 пунктов Подавленное состояние семикратного чемпиона Украины было заметно и в начале третьей десятиминутки Донецк еще немного прибавил в атаке, и счет на табло стал 46-24 Нужно отдать должное нашим баскетболистам Заранее праздновать победу «Тигры» не стали И продолжили четко работать в нападении Следствием грамотных атак стал еще более значительный отрыв хозяев паркета 56-31 В заключительном отрезке дончане немного сбавили обороты, но победа уже была в кармане 69-57 – конечный счет Донбасского дерби 12 января наши баскетболисты провели еще один домашний матч в Суперлиге БК «Донецк» одержал верх над одним из лидеров украинского баскетбольного первенства при Черноморском «Химиком» Весь первый период Саша Абрадович искал необходимый для успешной игры ритм Команды шли ровно, и первая десятиминутка завершилась точным броском Авдаловича из центрального круга вместе с «Сиреной» 23-24 Вторая четверть изобиловала четкой индивидуальной игрой «Южан» и чрезмерной эмоциональностью тренера тигров За что БК «Донецк» получил техническое замечание, и счет на табло стал 34-41 Дончане прибавили в скорости, однако на большой перерыв команды отправились при счете 47-48 Вторая половина встречи была наполнена жесткой игрой обоих клубов За 7 минут до конца «Донецк» догнал соперника 71-71 Химики заметно нервничали, теряя возможность за возможностью Дальнее попадание пустозвонного отправила химик в глубокий нокдаун 81-73 Желание гостей отыграться позволило сократить отставание до 4-х пунктов Но БК «Донецк» собрал волю в кулак и со счетом 92-84 одержал седьмую подряд домашнюю викторию Мы заслужили сегодняшнюю победу, нам действительно было непросто У соперника была целая неделя на подготовку Что более важно, у них было больше сил для этой игры Все, кто был на арене «Дружба» 9 и 12 января и следил за игрой любимого клуба Имели возможность насладиться не только красотой игры, но и зарядиться позитивной энергетикой Это потрясающие группы поддержки донецких тигров Очаровательные и невероятно пластичные девушки в ярких костюмах Показали зрителям настоящее шоу европейского уровня Для меня группа поддержки – это не настолько простое слово, как кажется с первого взгляда Потому что это часть моей жизни достаточно большая, ради которой я пожертвовала своей учебой Во время большого перерыва каждый может оказаться на площадке и почувствовать себя профессиональным баскетболистом Самые результативные игроки получают подарки от баскетбольного клуба «Донецк» и Украинской Суперлиги Участвуйте, и вам обязательно повезет Домашние матчи донецких тигров – это еще и уникальная возможность стать обладателем яркой фанатрибутики нашего баскетбольного клуба С ней не только глубже погружаешься в захватывающую атмосферу игры, но и наверняка будешь чувствовать себя комфортно, где бы ни играл БК «Донецк» Кроме домашних встреч тигров, каждый желающий сможет приобрести главные атрибуты настоящего болельщика в офисе клуба По адресу Проспект Ильича, 17-Б По итогам прошедших Суперлиги игр, на вершине турнирной таблицы находятся «Донецк» и «Будивельник» Шаги от лидеров чемпионата с 14 победами в активе – «Азумаш» и «Одесса» Чуть менее успешно дела складываются у «Химика», «Ферра» за НТУ и «Гаверлы» Увлекает восьмерку лидеров баскетбольный клуб «Днепр» Однако впереди у Донецка немало серьезных игр Уже 14 января в 16 часов на арене «Дружба» тигры будут защищать цвета клуба в матче с Днепром А через три дня после Еврокубковой игры с «Арисом» дончане принимают в родных стенах серьезного соперника в лице БК «Одесса» Баскетбольная история нашего региона и всей Украины пишется уже сегодня Не пропустите важнейшие матчи украинской Суперлиги Смотри баскетбол, болей за Донецк! Донецк принял этап Европейской юношеской баскетбольной лиги, которая насчитывает уже 13 баскетбольных сезонов За трофеи престижного юношеского первенства борются команды из Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, России, Казахстана, Польши, Финляндии, Швеции и, конечно, Украины Число команд и стран, стремящихся в Европейскую юношескую баскетбольную лигу, с каждым годом неуклонно растет Баскетбольный клуб Донецк смотрит в будущее, поэтому немало внимания уделяется юным баскетболистам Тигры на Европейском первенстве защищают цвета клуба уже второй год Свой первый сезон дончане отыграли на четвертое место, что, несомненно, показывает высокий уровень подготовки юных спортсменов И отражает серьезное отношение клуба к юношескому баскетболу Планами на этот сезон журналистами делился директор детской баскетбольной школы Игорь Качура Шансы всегда у нас максимальные, мы должны стремиться только к высшим результатам Основная наша задача, нам необходимо воспитать игроков для нашей мужской команды, для нашей суперлиги Несколько последних недель Тигры вели усиленную подготовку к Донецкому этапу Первая игра с баскетболистами Санкт-Петербурга, с которыми наши ребята встречались не в первый раз, выдалась не самой простой Команда очень хорошая, у них есть очень хорошие игроки, большие игроки, таких нет у нас просто И я скажу, что пять минут осталось, мы всем очков выиграем и еще все впереди, еще неизвестно, победитель еще неизвестен Однако Тигры свой шанс не упустили, встреча закончилась со счетом 47-31 в пользу хозяев паркета Абсолютно все игры показали, что время усиленных тренировок не было вытрачено даром Дончане одержали уверенные победы во всех пяти поединках, разделив таким образом первое место в своем дивизионе С литовскими баскетболистами и школой олимпийского чемпиона Шаруна Самарчулениса У обеих команд по 9 побед из 10 возможных Третий заключительный этап европейского первенства с участием Донецких Тигров пройдет в Гданске с 23 по 26 февраля Здесь же в мае состоится суперфинал, куда наши баскетболисты намерены попасть Говорить о том, кто из ребят может уже сегодня претендовать на место в основном составе БК Донецк Игорь Качура считает очень рано Тяжело судить, здесь может кто-то сегодня не играет, мало на площадке находится, а уже через два года он будет лучшим игроком Профессиональная подготовка ребят ведется и под чутким руководством опытного наставника Ирины Носеткиной в спортзале Донецкого политехнического техникума Здесь уже четвертый год, тренируются ребята 1999 года рождения Команда участвует во всеукраинской баскетбольной лиге и в прошлом году стала бронзовым призером чемпионата Украины С ними интересно работать, особенно когда они сильно маленькие, со второго, с первого класса набираешь Но это детки, которые дают тебе такой задор, вот в принципе я с ними сама становлюсь моложе По мнению тренера есть только один секрет успеха Это самое главное, чтобы было желание, самое главное желание детям Потому что в наше время сейчас очень трудно, чтобы им привить эту любовь А желание любить баскетбол, это самое, наверное, самое основное Сегодня Ирина проводит набор в группы ребят 2003-2004 года рождения Увлекательный путь на вершину баскетбольного Олимпа начинается с малого Чтобы начать восхождение, достаточно найти школу и профессионального тренера На сайте баскетбольного клуба Донецк есть все для того, чтобы сделать первый шаг Дерзайте! Успех – это только ваш выбор! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова